Беда, случившаяся этой ночью в далеком Хабаровском крае, лично коснулась сразу нескольких челнецких семей. 30 января на учениях в темное время суток прямо на военном полигоне загорелся танк, после чего взорвался боекомплект на борту. Весь экипаж погиб. Два солдата-срочника и командир машины наш земляк, лейтенант Делюз Гарипов, уроженец Мамадышского района. После окончания Казанского танкового училища, два года назад, был направлен в войсковую часть на Дальний Восток. Ему было всего 24 года. По словам родных погибшего офицера, Делюз Гарипов всегда мечтал стать военным. Первый год не получилось поступить у него, потому что он соблантую руку сломал. Он когда боролся, он очень разочаровался. Он все равно не потерял надежду. В следующий год он поступил. Он сдал все экзамены хорошо. Делюз был веселым, жизнерадостным и целеустремленным. Родственники и знакомые до сих пор не верят в случившееся. Сейчас на полигоне в Хабаровском крае работает специальная комиссия. По факту чрезвычайного происшествия возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность». Но это уже не вернет Делюза его родным. Каждый месяц он писал там «Вот приеду, вот приеду». Он уже дату там говорил «Вот такого, такого приеду». Билеты уже покупал. Его обратно возвращали. Как он объяснял, там людей не хватает.